О, друзья, всем привет! Наконец-то у нас первый завоз в магазин Ашан в условиях самоизоляции и карантина. Первый раз за последний месяц в Ашан привезли цветочки, обзор которых я вам сейчас покажу. Здесь есть интересные экземпляры. Вот, например, нарбоны. Вы все спрашиваете, сделать мне обзор золотого яблока окраса коралл, азиан коралл орхидеи и нарбоны. Может быть, друзья, после закупки продуктов, если у меня немножко денежек останется, я куплю нарбон, и мы вместе с вами сделаем обзорчик. Так, это у нас что? Это у нас, друзья, Феррара. Это Феррара. Красивая орхидея, обалденная. У нее такая вот рыжежелтая серединка с белым осветленным центром вокруг вот этого носика этой орхидеи. Посмотрите, какая она сочная, обалденная. Я прям уже соскучился по обзорам, друзья, по завозам. Реально, это первый завоз за последний месяц. Последние остатки я вам делал после праздников в конце марта. И вот сейчас вот здесь вот стоят немного орхидеи, но достаточно, чтобы сделать обзор. Даже есть экземпляры, которые я первый раз вижу в продаже. Так, что у нас здесь? Так, здесь у нас все было. А, здесь у нас все было. Так, вот такая вот орхидеечка на Андорру, да, похоже. Так, цена 501 рубль, друзья. Но мы с вами пойдем вон на те полки. Так, что у нас здесь? И здесь у нас у меня прям сразу на две орхидеи падают глаза, друзья. На две орхидеи. Здесь уже цена 602. Не знаю, чем они отличаются. Давайте посмотрим. О, друзья, ну это красавица. Красавица панда. Посмотрите, когда только она раскрывается, у нее такие, знаете, бледно-бледно-желтого окраса лепестки. Потом они осветлеют, вот в такой вот белый цвет превращаются. Но очень похоже, по крайней мере, на панду эта орхидея. Спутать сейчас очень-очень легко, потому что огромное количество похожих орхидеев. Вот это корни. О, я уже прям соскучился по виду вот таких вот, друзья, сочных, роскошных корней. Так, диаметр 12 горшок у нас. Ашан. Вот, а чтобы вы видели, что я в Ашане. Красивая, красивая, нежная такая орхидеечка. Так, еще появилась вот эта вот новинка. А, сейчас я вам ее покажу. Я первый раз вижу такую. Она очень похожа на нашего беглипа желтого. А, возможно, даже это ее родитель такой своеобразный. Посмотрите, какая роскошь. А, очень похожа на Little Emperor орхидею. Но у Little Emperor, друзья, все то же самое. Только оранжево, не оранжево, а желто-ржавая губа. У этой, видите, губа немного не такая. Немного не такая. Она, скорее, просто больше желтенькая. Вот такая, смотрите, красотка листья. Обалденный. Даже вот, смотрите, у нее здесь мох, что ли, растет. Глядите на поверхности. Прям как будто бы вот все в гармонии здесь. И кора, посмотрите, какая. А, кусочками прям роскошный экземпляр. А, вот такую вот не жалко купить орхидею. Она просто в идеальном состоянии. Что с корнями? Корни просто, смотрите, какие спаржеобразные, сочные. А, сотрудники только ее попоили. Очень красивая, обалденная орхидея. Так, что у нас здесь за производитель-то? Амбиансы, амбиансы. Какое-то название. Первый раз такую вижу, друзья, производителя. Но она красивая, нежнятинка прям такая. Так, что у нас тут еще имеется? Прэти-романс, друзья. Прэти-романс собственной персоной стоит один одиношенник. Среди всего вот этого вот не такого уже большого многообразия. Красивое. Посмотрите, вот эти вот полосочки у него. Они как бы бугорками. Они как, знаете, под кожей вены такие на руке. Вот они выпирают немножко. Очень, очень солидный экземпляр. Вот именно этот солидный экземпляр. Губа такого, знаете, терракотово-кораллового цвета, выстиранного, выцветшего на солнце. Красивый экземпляр. Корни, кстати, тоже неплохие. Сочные их много. Кора, торф по грунту у этой орхидеи. Заглубленная посадочка. Ну, это, скорее всего, от того, что грунт поднялся, когда везли и живут в коробках с ложными штабелями. Не с таймя, а с ложными. Поэтому, когда их везут, естественно, грунт взъерошивается и, скажем так, засыпает основание орхидеи. Красивый Прэти-романс, друзья. Очень большой, прям большого размера цветок. Диаметры, наверное, сантиметров 10, как минимум. Так, что у нас рядышком? Похоже, вот, орхидея на один из окрасов мелодии, друзья. Да, чтобы вы знали, у мелодии есть несколько окрасов. И они определяются аббревиатурой. Там, допустим, фаленопсис мелодия и циферки дальше идут после. И вот каждые вот эти циферки обозначают тот или иной окрас мелодии. Так, что у нас тут основание? О, тут у нас, смотрите, насекомое, видите, летает. Присмотрелся, вот оно, вылетело в дырочку. Да, с сюрпризом, орхидея с сюрпризом. Да, уже, наверное, успела отложить там личинки или яйца в нагрузку к этой орхидее. Так, что у нас здесь? О, тоже красивая, смотрите, какая орхидея. Такая венозность, такая космическая какая-то, как будто смотришь, знаете, раньше в детстве такие трубы подзорные продавали, каидоскопы. Вот туда смотришь, и там разные рисунки расплываются. И вот здесь то же самое, смотрите, смотришь на эти лепестки, а они такие красивые, как и вееры, роскошные вееры. Орхидея тоже удачный такой экземпляр. Смотрите, какие сочные корни. На первый взгляд можно показаться, что орхидея залита, прям залита. Но на самом деле нет, ее просто полили, обильно полили, прям буквально, вот, я думаю, что прям сегодня ее и полили. А перед моим приходом, да, вот, полили, и вот они стоят. Так, а эти 499, интересно, какие факторы на ценообразование. Ух, какой, смотрите, вау, обалденная орхидея. Вот эти вот сочетания цветов, да, розовый и темно-лиловый, это, наверное, Вашингтон. Очень похоже на орхидею Вашингтон. Она, ну, как будто бы, вот, пастельные такие тона, как будто, вот, я сейчас внутрь, внутрь камеру засунул. Смотрите, наслаждайтесь, друзья. Цвет просто обалденный. Он настолько гармоничный, настолько приятен глазу. Прям вот, прям вот, как зефирка, хочется ее скушать, как будто кондитерское изделие какое-то. Кстати, корни тоже неплохие, но, конечно, пересаживать орхидею нужно, потому что грунт здесь уже такой, знаете, с момента ее посадки в этот горшок уже слеживается. Корни перестают дышать, поэтому из такого грунта, конечно, нужно сразу пересаживать, потому что могут корни задохнуться. Ну, это мое мнение, друзья. Так, что у нас тут рядышком? Это что у нас такое? Это что у нас такое? Ох, какая, смотрите. С осветленной серединкой. Орхидея тоже неплохая. Так, что у нас там? Листья тоже хорошие. Смотрите, какая красивая розовая орхидейка. Ну, на мой взгляд, обычная. Обычная, простите, друзья, обычная. Так, а здесь у нас что? Вау, вот это вот, друзья, орхидеи. На самом деле не так много орхидей однотонных, чтобы цвет губы совпадал с окрасом, с цветом лепестков, друзья. Такие орхидеи, я знаю, некоторыми коллекционерами очень ценятся. И они прям собирают разных цветов, разные орхидеи, чтобы однотонные были. Вот, интересно, вот, закатали ее, посмотрите, Нидерланды, НЛ стоит, закатали в непрозрачную вот эту обертку. Но снизу, слава богу, можно посмотреть, что корни в довольно-таки приличном состоянии. И листья лопухи. Несмотря на то, что, конечно, листик, видите, желтеет от основания. И у нее проблемы наверняка с корневой системой и что-то с основанием. Ее срочно нужно доставать из этого горшка, чистить и лечить. Так, здесь у нас дендробиумы по тысячу одному рублю. Кто это у нас? Это, друзья, сануки. Дендробиум санук. Посмотрите, какой бархатный, темно-бордовый цвет такой. Ну, прям, смотрите, сливовый. Я бы, ой, не сливовый, а свекольный, темно-свекольный, такой прям бархатный, матовый. Окрасывает орхидеи, прям затемняющийся в черную такую серединку. Видите? Смотрите, прям вообще прям учерняется туда, черненьким становится. Ну, роскошная орхидея. Но, конечно, в состоянии у нее, я бы сказал, прям вообще, вообще состояние очень не айс. Эту орхидею нужно лечить. По всей вероятности, не хватает микроэлементов. Ей краснеют у нее листья. Так, здесь у нас тоже сануки. Это все сануки, друзья, разных окрасов. Посмотрите. Так, вот, видите, санук. Санук. Красивые орхидеи. Ну, не знаю, они меня как-то не возбуждают, совсем не возбуждают. Так, по 454 рубля у нас есть вот такие вот орхидеи, мультифлорочки. Внешне похожие на согу вильен, вот такая вот орхидея, но только обычного окраса с листьями. Есть варегатные по периметру, осветленная желтая полоса на листьях. А это обычные, вот такая вот венозная, маленькая, кучерявая орхидея. Орхидея. Ну, за 454 рубля, думаю, очень даже неплохая орхидея. Так, что у нас тут беленькие еще есть. Ну, давайте пойдемте с той стороны посмотрим, что у нас с той стороны. Так, вот такие полки. Вообще цветов у нас в Ашане очень много, всяких разных, но новинок еще не завозили. Да, в глаза сразу панды бросаются. Так, это у нас элегант Джулия, наверное, да, орхидеечка? Сейчас ее достану, вам покажу, друзья. Вот такая вот. Ну да, по всей вероятности элегант Джулия. Ну, очень, по крайней мере, похожи. Окрасом своим тоже. Всего 2-3 орхидеечки тут таких стоит. Посмотрите внимательно. Очень пестрая, красивая, роскошная орхидейка. Но у нас есть такая на канале. Я еще покупал, часто такие покупаю в подарок орхидеи. Дарю знакомым, друзьям. Если не знаешь, какого предпочтения кто имеет, по каким цветам, подари пеструю, разноцветную орхидею. И не прогоняйте. Ох, какие корни, друзья. Ааа, просто бомба. Корни обалденные у этой орхидеи. Посмотрите, прям вообще роскошь. Вот когда смотришь, я сразу превращаюсь в Рокфорта из мультика Том и Джерри. Или как она там, Чип и Дейл спешат на помощь, который видит сыр. Да, это панда. Посмотрите, какой окрас. Нежный, только что распустился цветочек. Имеет желтоватый оттенок. А, желто-белый оттенок лепестков. А потом, когда подрастает, становится белым. Очень необычная орхидеечка. Все-таки мне не дает покоя, друзья, вот эта вот, вот эта вот, желто-розово-белая орхидея. Необычный окрас, похожий вот прям на родителя нашего с вами желтого беглипа. Который очень долго-долго у нас цвел. Желтая принцесса. Беглип желтая принцесса. Yellow princess. Да, так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть из уценочек. Так, кстати, неплохие экземпляры есть. Вот у нас акварелька стоит. Художник, акварельный художник орхидея справа. Розовая такая, мраморного окраса. Вау, посмотрите, какая неженятина. Я ее, кстати, видел в последнем обзоре. Месяц назад она стояла, друзья, вот с этой розовой серединкой. И я все ходил вокруг нее купить, не купить, купить, не купить. И вот она стала уже уценкой. Потеряла свой товарный вид. Вот еще какая у нас есть орхидея. Здесь по 199 рублей с белой серединкой. В общем, друзья, на самом деле, если вы в понедельник приедете в магазин, то наверняка застанете каких-то из этих вот уценочек роскошных. Посмотрите, кстати, мы, может быть, тоже себе что-нибудь выберем на канал, для того, чтобы поухаживать за ними и выхаживать эти малышечки. А то все-таки жалко, что пропадут. Какие-нибудь парочку я выберу. И обязательно вам в одном из следов... Вот совсем легкая, прям совсем легкая, засохшая. Срочно ее нужно попоить. Листья потеряли тургор, смотрите, видите. Но у нее, кстати, корни воздушные еще живые. Да, то есть она еще за 199 рублей, еще можно ее выходить, друзья. В общем, парочку я, наверное, сейчас выберу. И в одном из следующих видео мы вместе с вами поухаживаем. Точнее, не поухаживаем, а выхаживаем этих красоток. Что и как я буду делать, я обязательно вам покажу. Ну, может быть, кстати, и нарбоны я прикуплю, для того, чтобы сделать обзорчик в следующем видео и сравнить ее с золотым яблоком окраса Коралл. Все, друзья, до встречи в следующих видео.